добрый вечер я очень рад что столько любопытных пришли на встречи на разговор наш я надеюсь что я надеюсь что что-нибудь мне удастся вам рассказать хотя честно сказать что ну что это такое за разговор разговор о творчестве как все это делается как представляете я не умею писать стихи если мне скажет рассказывать будет человек как писать стихи от этого писать стихи все равно не смогу но может быть что-то узнаю в тайне поэзии по-другому отнесусь тем строкам которые я когда-то учил вот я сейчас значит готовясь к разговору нашему с вами я взял с собой во-первых вот двухтомник о котором здесь говорилось это не туфта это действительно я сделал я я его написал этот двухтомник он написан на основе моих лекций со студентами а а я 16 лет преподавал на основе лекции не только в московских московском на московских высших курсах но и огромное количество лекций было в японии и в швеции и венгрии и во франции и в польше в общем я только африку не охватил и вот из этого всего получилась книга теперь начали стая это моя книга это я ее с собой все время таскаю потому что она уже такая она уже затрепана потому что все время ее перед во время разговора со зрителем все время ее кручу и вот я обнаружил здесь письмо она случайно здесь осталось письмо калягину я написал на его юбилей ну я его поздравил естественно юбилеем но я ему еще и написал письмецо в конверте я вдруг подумал что есть смысл кусочки из этого письма зачитать поскольку у нас разговор идет о музыке но на самом деле гораздо шире разговор идет о звучании фильме а в эту слои звучание входят конечно музыка только частью потому что здесь есть еще голос есть еще конкретные звуки есть еще звуки которые возник которые являются каким-то формообразованиями я надеюсь что нам удастся об этом поговорить но я все-таки попробую вам зачитать некоторые фрагментики этого письма в детстве когда я оставался один это я пишу калягину детстве когда и оставался один я громоздил да может быть тот не знает саша калягин александр александрович калягин озвучивал волчка в фильме снег на траве то есть в фильме сказка сказок совсем уже заблудился в словах в фильме сказка это сказок «Озвучие волчка». Надо сказать, что это было грандиозное озвучание. У меня было несколько встреч, если вы говорите о звуке, о звучании, было несколько встреч с абсолютно выдающимися актерами. Первый в этом ряду был Баталов, и тогда же пришла Муся Виноградова. Вы ее знаете, если вы посмотрите фильмы в 60-70-х годах, то голос Виноградова звучит везде. Как в свое время голос спирантовый звучал. Тех мальчиков она на радиопередаче, всех она озвучивала, и озвучивала абсолютно конгениально. И Муся Виноградова, и Медвежонка, кто озвучивал, мхатовский замечательный актер. А Невинный, да, Слава Невинный, тоже, это у меня от волнения бывает, память зашкаливает. Вот, когда, знаете, когда пришел Баталов, я услышал музыку речи. Он так вошел, такой вот высокий, снял пальто, повесил куда-то его и говорит, так, потер руки, ну что будем делать? Я говорю, вот, вот текст, да. Я говорю, нужно прочитать как можно спокойнее, как можно без малейшего намека на драматизм, чтобы слова стали музыкой. И он это прочитал сразу. Понимаете, большой актер он очень чувствует. Так же, как Муся Виноградова пришла. Ну и что мы будем, мы с ней первые встретились. Хочу озвучивать, я ей дал, а там горстка текста в «Ежике в тумане» всего-то. Ой, всего-то. Потом удивилась, что часа два мы эту горстку текста. А потом она меня уже встречала на студии, говорила, я «Ежик в тумане». Вы знаете, Юра, где бы я ни выступал, я выхожу и говорю теперь, я «Ежик в тумане». И Слава Невинный, которая, я увидел, как работает большой актер, потому что я ему все сказал по ситуации, и дальше, и дальше он много раз входил в этот монолог, а ничего не получалось, пока не дошел до состояния полного изнеможения. И вот в этот момент на флажке он записал то, что вы слышите потом в фильме. Та же самая история и с Моктуновским, когда он пришел озвучивать «Цаплю и журавля», там все от автора было. И вот это вот... Он говорит, а что вы так переживаете? Я говорю, понимаете, Иннокентий Михайлович, актер, который сыграл Гамлета и Деточкина, вдруг его вызывает мультипликацию. Он говорит, знаете, Юра, а я подумал, если меня вызывает мультипликацию, наверное, что-нибудь хорошее сделали. И не ошибся. И дальше ему только надо было давать намеки. Я буквально стоял перед ним, перед пультом этим, и только говорил там ритм, и все, и все. И в результате возникала музыка слова. Тут я невольно вспоминаю одного поэта, который, я думаю, никто из вас не знает, поскольку это поэт латиноамериканский. И сегодня его стихи не звучат, но в свое время, в 60-е годы, звучали. И там у него среди вот этом стихотворении... О поэте у него там такие слова, среди прочего, звучат в финале. Нет, если нельзя воробьем, то, наверное, лучше каменотесом быть, например, или дрова рубить, или туристов возить на лодке, так, чтобы отвесел гудели плечи. Ну, пусть не лучше, но легче. Послушай, друг мой суровый, Прошу я тебя, как брата, Давай поменяемся. Я подарю тебе музыку слова, А ты мне кирку, лопату, И в поте лица своего Искуплю я грехи свои, И забуду я рифмы, глаголы, кавычки, Но только немного, немного Оставь меня от этой проклятой привычки Писать стихи. Понимаете, когда мы говорим о звучании в фильме, Речь не идет о музыке. Речь идет о музыке слова, О музыке звука, О музыке музыки, О паузах, которые тоже музыка, И так далее, и так далее. И вот что я написал. В детстве, когда я оставался один, Я громоздил на стол тяжелый патефон И ставил одни и те же пластинки. Это были два тяжелых толстых диска, Они были тогда громадны. Я подрастал, и они, как и комната, Уменьшались в размерах. Но тогда они наводили на меня ужас Своим видом и звучанием. На одном диске ария Мефистофеля В исполнении Шаляпина, Ария Варяжского гостя, Пел Рейзен. На другом Качалов читал монолог Бориса Годунова И на смерть поэта Лермонтова. И то, и другое наводило на меня ужас, Но тем притягательнее было желание Вновь это услышать. Я ставил пластинку И отбегал в угол комнаты Таким сильным было воздействие. Звучание открывало картину безумия И некуда было скрыться. Голос будто преследовал меня в комнате И кричал из пластинки. И вы не смоете всей вашей черной кровью Поэта, праведную кровь. Черная кровь. Может быть, потом Поэтому на меня с такой силой Воздействует черно-белое изображение. И голос был черно-белый. Черный. Тяжелый диск мерно покачивался Никелированным Покачивал никелированный Звукосниматель цыглой. Через видимую конструкцию Строгий, неумолимый голос Неполнял мое существо. Я не понимал, почему. Я не хочу понимать сейчас. Я хочу снова и снова Пережить его гибельный ужас. И дальше Как мучительный для меня процесс Мысленного соединения Реального звучания И натурального голоса И условного персонажа. Я перед этим пишу ему Дорогой Саша, я имею право К тебе обращаться так, поскольку Нас многое связывает. Это многое заключено всего-то В волчке, мультипуляционном персонаже Из бумаги, целлулоида Из фольги, белил, акварели Из властной краски Втертой в афортные царапины. Казалось бы, из ничтожности Проявленное персонажем, переживанием. Но до этого была Прожитая каждым из нас Раздельно жизнь, без которой Вообще ничего не возникает. Хотя, быть может, Опыт дается нам До проживаемых обстоятельств И только жизнь С ее травмами и радостью Соединяясь с бессознательным опытом Медленно проявляется тем, Чему название дар. И вот я Как мучительный для меня процесс Мысленного соединения Реального звучания Натурального голоса Маски Греки убирали натуральность Но как громоподобно было звучание И потому я не задаю себе вопрос Почему твой голос? Для меня голос и есть пространство Его звучание обретает форму Физически существующую форму Ничего привычного, актерского В твоем голосе, в твоей игре Я никогда не видел И дну и так далее Это уже от рук Но это не случайно Я написал Поздравляю его с 70-летием Это уже было Почти 5 лет назад Не случайно я ему это все написал Потому что Понимаете Кто выбирает актера На озвучание Но это не просто озвучание Это неправильно звучит Кто выбирает актера Для вот этого драматургического воплощения Некоего внутреннего гула Который ты чувствуешь Конечно режиссер выбирает И я всегда Когда речь заходила об актере Я всегда говорил Как можно более стертый голос Как можно менее академичный Хотя Качалов Конечно это голос академический Но это в известных условиях Это абсолютно точное сопряжение С тем что написал Лермонтов Или что написано в монологе Знаменитом Бориса Годунова У Пушкина Это уже То что называются Разные виды Разные жанры Ну а теперь А теперь значит что Перейдем Собственно к нашему разговору Хотя речь идет О ежике в тумане Но Понятно что все равно Разговор нас этим Не может быть ограничен Потому что Ну хотя бы потому что Если У тебя Вообще Смысл твоей жизни Цель Сделать фильм Ежик в тумане То на самом деле Это все оборачивается В общем Не очень приличным результатом Потому что На самом деле Если подходить к кинематографу Несколько с другой стороны По другому Рассматривать его все таки Как часть твоей мысли Как часть мира Как часть мировоззрения То тогда твое отношение К конкретному Сюжету Оно станет Частью Общего мировоззрения Причем Тут важно Что Эта часть Соотносясь С общим Все равно Оно Она представляет Общее Но никогда до конца Не может представить Как и мы не можем Представить его И в этом на самом деле Счастье Потому что Это вот Искусство не может Развиваться На уровне прагматизма Хотя Прагматизм Имеет прямое отношение К искусству Но не как Единственное Важное Особенно в кинематографе Понимаете Там конечно Прагматизмом Многое наполнено Потому что надо писать Сценарий Потом режиссерский сценарий Потом бегать Искать Этих Этих В этом есть своя математика Но Конечно Когда ты начинаешь Заниматься Собственно Творчеством Где Все те Кого Кто приглашен А в мультипликации Это несколько другое В сравнении с игровым кино Слава Богу Потому что Ты приглашаешь в кино Тех Кого ты сам Изображаешь Это все-таки Несколько Другая история И ты Сочиняя Эту фантазию Потом должен Эту фантазию Превратить В рациональное Развитие Событий Почему? По той простой причине Что мультипликация Это покадровая съемка Будет ли она Цифровая Будет ли она Сниматься На пленку Это не имеет значения Все равно покадровая Правда Мне сегодня показывали Чудеса Компьютерные И я надо сказать Категорически Противник этих чудес Потому что Эти чудеса Хотя и может быть Облегчают В какой-то степени Работу Мультипликатора Или режиссера Но мне кажется Что в каждом Таком вот облегчении Таятся свои цветы зла Все равно Работа Подлинная работа Она всегда связана С колоссальным напряжением И никуда от этого не деться Все зависит от того Какого уровня задачи Ты себе ставишь А я придерживаюсь Того смысла Что каждый новый фильм Во-первых В нем должен повышаться Уровень Художественной задачи И уровень вопросов Которые Невольно Любая художественная задача Тебе рождает На самом деле Это процесс обоюдный Вопросы Проявляют Те сюжеты Или Тот материал Который Наиболее Будет Рифмоваться С этим А материал Сам проявляет Вопросы Это Это все постоянно Идет Вот это взаимное отражение И самое главное Что это шло На возвышение Ну а теперь О ежике Мы можем Так А где экран А вот это будет Да Экран Понятно Тут конечно Некоторые будут моменты По-моему Неприятные Потому что Все весь этот свет Он будет отражаться Здесь А Отсюда Да Оттуда точно Я понимаю Угол падения Отражение Все понятно Но это не важно В конце концов Вы фильм видели Я обычно На вечерах На своих Никогда не показываю Ежик в тумане Потому что Ну уже сколько Наелись Уже переелись Но Здесь В данном случае Сейчас разговор Пойдет действительно О том Как Звук Является Формообразующим Моментом В этом фильме Не просто Само изображение И здесь Значит Нужно Сразу Отметить Моменты Поскольку Я сам Мультипликатор Сам у себя И это Конечно Мне В какой-то Степени Облегчает Мои задачи Но С другой стороны В этом Есть своя Сложность Потому что Я завидую Тем режиссерам Которые Умеют Работать С мультипликаторами Дают им Задания Потом Смотрят Это задание И все Прочее Я не могу Мои нервы Не выдерживают Потому что Я даваю Заданию Я как-то делал Такие эксперименты Причем С очень близкими Мне людьми А потом Мне приходилось Говорят Ребята Извините Не потому что Вы очень хорошие Но у меня Не получается Не получается Меня еще В школе Учительница По литературе Говорила Юра Какой же ты Все-таки Индивидуалист Ну что делать Значит я такой И поскольку Я сижу сам С раскадровкой Раскадровка Это Рассказ в картинках Условно говоря Хотя Наиболее сложная Система Но все равно Ты кадриками Зарисовываешь Будущее действие Я сам сижу Я Уже Начинаю Разрабатывать Какие-то Отдельные Узелки Сцены То или иной Потом Это попадает Мультипликатором И я вижу Не то Не потому что Плохо Не то А потому что Оно не сходится С Тем Что потом Произойдет В фильме Там через Одну минуту Когда я сам Режиссер И мультипликатор То я Разрабатываю сцену Я уже думаю о том А как она отразится На Там через две минуты В такой-то сцене И это у меня Все время в голове Это очень важно Тогда Есть возможность Фильм Максимально Цельным сделать Цельным сочинением Все же Все равно Ведь фильм состоит Из Есть художник-постановщик Ну мне повезло Это моя жена Франческа Ярбусова И я могу Иногда даже Орать на нее Хотя Надо сказать Что это не лучший Способ работы С художником И уже Спустя много Времени Она мне потом Сказала Ты вот не знаешь Как я убегала В ванную Рыдать Да знаю я И после этого Думал Господи Какой же я Сукин сын Все-таки Но Следующий фильм Все Начиналось Все сначала Теперь есть Кинооператор Ну мне повезло Не просто повезло Я считаю Что вот если Человеку довелось В жизни Встретить Абсолютно Вот Рифмующегося С тобой Или ты с ним Человека То мне повезло Это был Александр Борисович Жуковский Я считаю Я считаю Что Вот Мы с ним Сняли Всего-то Два 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 Фильма Цапль Журавль Ёжик В тумане Еще сняли Двадцать Небольших Минут По шинели Но Мне действительно Сильно повезло Потому что Этот человек Обладал Не только Уникальными Профессиональными Качествами Это все Ладно Это все Наживное Это все Обучаемое А вот дальше Когда заканчивается Обучаемость Начинается Подлинное творчество Потому что Ты все время Сталкиваешься С невиданным И когда Возникла Эта идея Когда я прочитал Сказку Сергея Козлова И я Сказал Саше Я говорю Вот есть такая Сказочка Знаешь Можно сделать Такой этюд Я говорю У меня есть идея Следующего фильма Оречь шла О сказке Сказок На что Саша Прочитав Сказку Посмотрел На меня Сказал И ты думаешь Что это Этюд Но Когда Ведь как Знаете Задает вопрос А как вы Убираете Там А как Приходит Там Идея В данном Случа Идея Пришла В виде Сергея Козлова Он мне Принес Штук 40 Сказок Я понял Что человек Талантливый Но выбрал Только вот эту Одну Потому что Не было бы Ее Я бы Ничего Не делал Вот это Ежик в тумане Она была На одной Страничке И потом Это очень Сильно Переделывалось Писалось Вошло Большое количество Новых эпизодов Персонажей И так далее И так далее Но Тут важно Что Что тебя Цепляет С чем Это все Соединяется В тебе В данном Случа В сказке Ежик в тумане У меня Вдруг возникли Пересечения С любимой Мною Японской Поэзией Потому что Чем Замечательна Японская Поэзия Что Деталь На которую Всегда Японский Поэт Обратит Внимание Потому что Что такое Японская Поэзия Три строки Пять строчек Это уже целый роман Три строки В этих трех строчках Есть Некая деталь Которая Сразу В твоей голове В твоем сердце Расширяется И вдруг Каким-то взрывается Тихим Таким Гуманистическим Взрывом И дает тебе Необыкновенное Пространство Чувство пространства Это очень важно Вот Для меня В этом смысле Ежик в тумане Была той самой Зацепочка Которая Сразу У меня Вдруг Открыла Какие-то Пространственные Моменты Ну Дальше Началась Работа Значит Теперь Естественно Прежде чем Потом Возник голос Баталова О звучании Виноградовой Или Слава Невинного Естественно Разговор Шел Прежде всего С композитором Почему Потому что Музыка Дает Ритмическую Поступь Временную Я своим студентам Всегда говорил Хотите понять Что такое время Берите Сочинения Музыкальные Это могут быть Любые Это может быть Тяжелый Рок Джаз Это может быть Танго Это может быть Вальс Это могут быть Симфонические Произведения Какие-то Отдельные Отрывки Из них Которые Важны Только Чтобы Их Ритмическая Чувственная Музыкальная Поступь Совпадалась С тем Что вы Себе Представляете Потому что Если просто Так Мне бы Чего-нибудь Некую Музыку Это не Разговор И Естественно Еще до Съемок Фильма У нас Начался Разговор С композитором Это Очень Интересная История Композитор Михаил Александрович Мирович Он был Конечно Человек Абсолютно Гениальный Он был Абсолютный Чудак Но Весь Соткан Из музыки Он вообще Он когда Ходил Там По дому Он Что-то Такое Насвистывал Причем Слух У него Был Абсолютный Воспроизведение Я не Не слышал Такого Чудовищного Воспроизведения Музыкального Какое Мне Предлагал Мирович Он даже Свою собственную Музыку Не мог напеть А слух У него Между тем Был Абсолютный Музыку Он знал Всю Однажды Мы с ним Сидели Это было На сказке Сказок Что-то там Нас заколдобило На каком-то Музыкальном Куске Что-то Не знали Что Как Я не знал Чего ему Сказать В это время За стеной Его соседка Изучала Концерт Бетховена Изучала Нет Сонату Бетховена Играла 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 Я говорю Михаил Александрович Ну я уже выучил Ёлки-палки Что же она Мне это надоело И он сел И сыграл Всю сонату За стеной Замолчали И мы с ним Продолжили Работу Ну такой Фантастический Сдал Музык И вот Когда мы с ним Заговорили О музыке Значит Что предлагает Как идет разговор Мультипликатор С композитором Мультипликатор Приносит Композитору Некую Разработку Вот здесь Вот я К сожалению Вы не сможете Это увидеть Но если у кого Будет книжка То я надеюсь Что вы Так Еще надо найти Сейчас Сейчас Музыкальная Звуковая Вот Она Это Вот смотрите Ну Я понимаю Что Разглядеть Трудно Но если у кого Окажется книга То вы поймете О чем Это вот Своеобразная Запись Музыкальная Вот это Все Если бы у меня была Была возможность Произвестировать на экран Вы бы поняли О чем идет Речь Это такая Партитура музыкальная Почти Крюковое письмо То есть Это изобразительная Музыка Вот с этим Я к нему пришел При этом Я ему Не говорил Что здесь Столько-то секунд Здесь столько-то Потому что Сама Сам Темпо-ритм Музыкальный Само ее настроение Музыки Или музыкального Куска Задает Нужный Темп Главное Чтобы Она Музыка была Того самого Настроения И поэта Если У вас Диск заряжен Да Если мы Допустим Если я говорю Михаил Александрович Вот смотрите Идет сначала Увертюра Которая На самом деле По своей По теме Обычно Увертюра Она включает В себя Музыкальные Куски Дальнейшие Дальнейшие Если вспомним Оперу То я говорю Здесь Увертюра Она должна Отдельно Существовать Она должна Быть Таким легким Таким Мячиком Пропрыгать И уйти А вот Дальше Начинается То есть Это Вне законов На самом деле Музыкальные А дальше Начинается Собственно Все то Что должно Потом Происходить По музыке Мы с ним Рассчитали Первый Кусок Который В который Включает В себя Проход Ёжика И его Там Встречи С Филином Колодец До момента Как он Увидел Лошадь Давайте Это вот тема Туман Как прелюдия Вот Сначала Голос Потом Музыкальные Звездки Они Утаживались На бревнах И Пришлёбывая Часть Смотрели На звезды Она Висела Над крышей Прямо Затечной Трубой Права Трубой Полетал От Слева Лошадь И Музыка Уходим Дальше И Дальше 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 Идет Реплика Стоп Стоп Вот идет вот... Музыка еще не успела уйти, и уже услышал, и мы еще не знаем, что это такое. Мы еще не знаем, что. А Филин смотрит в лужи. А после этого мы видим, что это, оказывается, ежик кричит в колодец. Причем, вот почему колодец? Тут можно говорить вот о чем. Звук, он дает пространственное ощущение изображению. И вот здесь уже разговор идет о том, что если звук – это все-таки абстрактное звучание, даже если мы говорим словом конкретно, все равно абстрактное звучание. А изображение конкретно. И нужно, я всегда говорю, изображение нужно проткнуть. Вот буквально вот я разговариваю с Франческо. Вчера мы с ней... Я приехал, и она там делала замечательный эскиз уже по фильму «Сказка-сказок». И я говорю, Франя, снег должен быть такой, чтобы он был проткнуть пальцем. Вот это пространство должно... Оно должно быть не иметь границ. Как будто мы в нее входим, входим и входим. То же самое с изображением. Вот это для меня всегда была мучительная история. Когда мы... Когда ты делаешь какой-то рисунок, ну, поскольку я мультипликатор, я тоже человек рисующий. Но когда художник делает что-то, и я говорю, Франя, слишком материально, слишком материально. Надо легче, надо проще, надо легче. Никакой физики. Это очень сложная задача. Уверяю вас, нарисовать фотографически похоже, гораздо проще, чем сделать портрет поэта. И тут я вам могу привести в пример Пикассо. Там у него в Пушкинском музее... Я, кстати, в этой книге этот портрет поместил. Портрет поэта Сабартеса. Он у него был еще и секретарем, и одновременно и поэтом. Именно поэта. Или Репин пишет портрет Мусоргского. Я считаю, что один из великих портретов вообще в мировой портретной живописи. Понимаете? Я вам рекомендую, если вы пойдете в Третьяков, подойти к этому портрету, внимательно его посмотреть. Посмотрите, как у него там ноздри. Это ноздри человека, который весь заполнен творчеством. А линия глаз. Это мы потом увидим у Пикассо. Он очень внимателен был к линии очерчиваемых глаз. Это у него отдельно просто музыка, звучание. Репин здесь как бы сошел с ума. Потому что портрет он сделал, это видно по легкости живописи, наверное, два, может быть, три сеанса. Причем он это за несколько, просто буквально за неделю до смерти этого великого человека сделал этот портрет. Это один из изумительных портретов и в русской живописи, и в мировой. Равно как и еще один портрет у него есть, портрет Стрепетов. Это была такая актриса в 19 веке. Это тоже, это весь портрет заполнен творчеством. А физику, я уверяю вас, это все невысокого уровня полета. На физику будут ходить президенты, чиновники, городничьи. А вот им очень нужна физика. А когда речь идет о поэзии, там нужно уже приложение душевных, сердечных и умственных сил. Это немножко другое. И вот когда Франческо... Тут я должен сказать, как тяжело было еще ежика рисовать, потому что она рисует. Я говорю, Франя, он слишком мультипликационный. Он слишком похож на то, что уже было. Я говорю, нам здесь нужно абсолютно, чтобы он вышибался из этого ряда, потому что в мультипликации как минимум сотни четыре фильмов, где ежики ходят и очень хорошо, кстати, там проживают. А здесь, говорю, он должен быть как выстрел. Буквально два кадрика. То есть одна двенадцатая секунда, он уже должен запомниться, отпечататься сознанием. Теперь, значит, вот о этой системе звучания. Вот отзвучала увертюра, отзвучала, перешла на звук. Дальше Филин кричит в колодец, и опять вот этот самый гул, удаляющийся в пространстве, то есть вот этот колодец, который дает нам вот эту самую колодезную глубину в кадре. А дальше это переходит уже на прозаическую речь. А я ему скажу, а я ему скажу, а я тебе малиновое варенье придется. Это как раз вот то, что Муся виноградовая. Озвучивала. А потом дальше пауза. И дальше идет пауза, которая заполняется музыкой. Вот давайте еще раз. Можно отмотать буквально там на две секунды обратно и включить этот текст. Скажу. А я ему скажу. Вот. Продолжение его состояния. И дальше на это накладываешь текст. И вот дальше не будет никакого изображения, только звук. Какая длинная пауза. Никакого изображения. Сейчас будет резкий стасчет. Понимаете, я надеюсь, что это не действует на нервы вам. Но я просто хочу, чтобы вы поняли. Кино, произведение, вообще кино, это симфоническое произведение. Опять вспоминаю своим студентам, я всегда говорил, возьмите любое симфоническое произведение и попробуйте его анализировать, разложить его по слоям, по темам. И для чего? Для того, чтобы посмотреть, как темы расходятся, как они соединяются, как они соединения высекают новую тему. И так далее, и так далее. И вот здесь это очень важный момент. Вот, когда мы разговаривали с Мировичем, я говорю, Николай Александрович, вот как можно пьяно, уходит, уходит, мы ничего не ждем, а вдруг резко, как удар хлыста. Я ему даже рисовал такой зигзаг такой должен быть. Кик! И на него падает лист. А потом опять тишина, потому что как это бывает? Потрясение? Нет, ничего, все нормально, все нормально. Опять пауза. И в этой паузе опять новая тема. Выползает улитка, которая уходит. Ничего не происходит. А потом ежик поднимает листок. И вдруг, как будто он что-то нарушил в природе. Вдруг появляется опять что-то, что его пугает. Поэтому он листок этот кладет на место. Пожалуйста, опять тоже секунда натрия обратно. Обратно секунда натрия, чтобы предыдущая тема дозвучала. И вот сейчас, после этого хлесткого звука. Спокойный звук. И музыка переходит в другую звуку. Первая грозная тема. Ежик, потому что этот листок положил на место. А на самом деле еще ложку. И опять идет пауза довольно длинная. Еще филир нет, только звук появился. Псих. И после этого. Стоп. Вот, когда рисуешь фильм, его можешь записать в виде графика. Но это вовсе не означает, что если посмотрите на графике, то вы его увидите. Но режиссер записывает в виде графика. Знаете, вот сейчас опять столетие хитрука. Я думаю, что все мы имеем. Это абсолютно великий человек, наш друг. И я считаю, я счастлив дружбой с этим абсолютно великим человеком. Так вот, на самом деле, я думаю, что все мультипликаторы режиссера могут сказать, что они обязаны хитруку. Если они знают, что это такое, что такое темпо-ритм, то они все должны быть обязаны хитруку. Потому что хитрук занимался этим как отдельным вообще предметом. Вот если мы вспомним его «Каникулы Бонифация», я вообще считаю этот фильм шедевром не только для мультипликации, но и для игрового кино. Особенно для сегодняшнего. Потому что сегодняшние – это просто придурки насквозь все. Они абсолютно не знают, что такое темпо-ритм. Их это не интересует, говоря, почему они должны этим заниматься. Они думают, что если они там настрочат этого монтажа, экшен, так сказать, то от этого ничего не будет. Потому что Антониони снял в своем знаменитом фильме «Блоуап», не «Блоуап», а «Профессия репортер» снял там план, по-моему, минут на 15 одним планом, а там оторваться невозможно. Тебя просто до позвоночника как жгутом бьет. А там нет никаких этих самых экшен. Но при этом такое ты испытываешь колоссальное напряжение. Вот что значит владеть темпо-ритмом. Вот хитрук, он был в этом смысле просто, ну, с ним разговаривать было, это упоительно об этом. Я просто, ну, имел возможность с ним общаться, ну, на протяжении 30 лет, это точно. А на протяжении последних, наверное, лет 10 просто у нас была дружба. И я у него бывал в доме, когда он, там, последние уже 5 лет, когда он не мог выходить из дома, я там бывал, ну, раз в 2 недели, а вообще каждую неделю. И разговоры наши были об этом, и он все время был в кино. И вот он удивительно точно, он очень, он так много работал над этим вот сжатием фильмов единое целое. Вот над всеми этими линиями фильма, куда входит, естественно, персонаж как таковой, развитие действия, музыка, звуки, речевое, речевые характеристики, абстрактные характеристики и все прочее. И самое главное, темпо-ритм. Он из этого составлял абсолютно неподражаемый темпо-ритм. Вы помните его, казалось, Винни-Пух, чего там, идут два персонажа. Но такую сложную партитуру он там сделал, что это врезалось во всех, и поэтому все помнят. «Если я чешу в затылке, не беда, в голове моей опилки, да-да-да». Это еще композитор Вайнберг, который отважился почти не сочинить музыку, а он сделал этот вот самый темп, он хорошо понял хитрука. В этом смысле они просто были, ну они были друзья, еще это тоже очень важно. И они были абсолютно конгениальны друг к другу. И вот это вот, а дальше эти его знаменитые синкопы, когда он вдруг останавливается и говорит «да, нет», это действует совершенно невероятно, с невероятной силой. Когда хитрук приехал с этим фильмом в Диснею, то они все признали, что этот фильм абсолютно превосходит то, что сделали они. Но только потому, что наши власти не заключили там договор по этой конвенции, хитрук не имел права его этот фильм нигде показывать и на фестивале посылать. Ну это уже, так сказать, другие дела. Но фильм-то сделан, и какой фильм. И поэтому, конечно, он для нас, для всех был учитель. Все к нему бежали, если что-то не так, все бежали показать хитруку. Потому что его мнение было непререкаемым. Но при этом, поскольку хитрук был еще и необыкновенно умен, он, это был самый умный человек на студии. Это хитрук говорил. Юра, вы знаете что? Новая мысль, она лучше только потому, что она новая, но не потому, что она лучше. И случилось так, что я ему показал фильм, когда я просто горел, фильм первый «Лиса и зайцы», я думал, что я с этим фильмом лечу куда-то, черт знает куда. И что вообще это провал абсолютный. Хитрук посмотрел фильм, посмотрел на меня и говорит, Юра, вы что, вы сделали хороший фильм? Я бы только там и сказал там что-то. Я тут же схватил ножницы, резанул. Он потом сказал, что вы наделали? Я говорю, ну вы же мало ли что я сказал. Он говорит, мне вообще ничего не надо говорить, а то я тут же хватаюсь. Но вот я, это действительно был самый умный человек на студии, который обладал не только чувственным умом, чувственным восприятием, но еще и умственным восприятием. Это вообще грандиозные события. И вот в этом смысле я, конечно, очень много, глядя на фильмы Хитрука, особенно «Каникулы Бонифации», которые я считаю синтаксисом, морфологией, азбукой и всем тем, что может иметь начальную, среднюю и высшую школу. Вот это фильм из того разряда. И когда я смотрел его, вот сейчас я начал с того, что сейчас должен опять заново выйти двухтомник, когда я смотрел его партитуры нарисованной, то вот он все время, у него там просто идут слои, как изображение, как в это время звук, как в это время реплика, как в это время персонаж, где у него акцент. Это отдельное художественное произведение. Вот. И вот, значит, здесь то же самое, когда эта школа, она на самом деле для всех, для нас. И вот здесь, когда идет разговор о изображении и о звуке, то, повторяю еще раз, это не только звук, музыка, это все вместе, вся партитура. Давайте дальше. Вообще, довольно длинная прелюдия к эпизоду, который будет потом. И вот дальше начинается музыка. Стоп. И дальше вот эта вот прелюдия, вот этот штриховой кусок музыкальный, который я попросил Мироевича, сделал разные модуляции для разных эпизодов. Вот этот скрипичный. Вот это нарастание, нарастание с тем, чем нарастание отметится в этот раз, а чем в этот, а чем в этот. Вот. Помните, появился некий силуэт слона, нарастание, штрих. Пауза, вышла лошадь, хрумкой травой. Здесь то же самое, нарастание, нарастание, мы не знаем, чем это закончится, что выйдет наружу. А здесь вышло дерево. И дальше я говорю, Михаил Александрович, нужно писать тему собора. Вот дальше смотрите музыку. И отражение. И отражение. Тот самый лис, который когда-то свалился на ёжика. И дальше, стоп. И дальше. Слышали там зов медлежонка. То есть. Ёжик. Это было записано вот в это. В одно движение. Чтобы одно являлось следствием другого. То есть, если мы говорим об актерской работе, в этом смысле Чаплина, это смысл вспомнить. Или вообще Пантомиму. В Пантомиме каждый предыдущий жест является основой для следующего. У Чаплина, абсолютно в его гениальной и экономной игре, каждый предыдущий жест является основой для следующего жеста. Поэтому он так необыкновенно цельный и так краток в своём изложении. И при этом ещё какая поэзия. Вот здесь, вот пролетел лист, услышит медлежонка. Дальше идёт реплика, как выдох ёжика и ответ на неё. Давайте. Потому что что-то огромное. А вот дальше идёт. И опять. И опять. Отмотайте сразу секунду на пять обратно. Когда вот этот кусок разрабатывался, вот сейчас будет очень такой тамповой кусок. Когда разрабатывался, я просто Мироичу рисовал. Ну, во-первых, я ему показал эскизы. Потом я ему рисовал музыку. В этом смысле с ним, конечно, разгарить было упоительно. Потому что, во-первых, человек образованный. Литературу знал, как у себя дома ходил. И живопись знал очень хорошо. Его любимый художник был Хайм Сутин. Он просто о нём всё время говорил. Вот это его такая пастозная, очень корпусная, очень скрученная, как жгут, живопись. Он об этом всё время говорил. Ну, вот я ему рисую и говорю, Хайм Саныч, вот это здесь кадр такой очень пастозный. Здесь простор должен быть. Но всё это потом должно выйти в невероятного темпа музыку беготня ёжика в поисках зелка. У нас с ним замечательный разговор состоялся. Там буквально музыка была 3 секунды, 4 секунды через паузу, 6 секунд. Он говорит, Юра, они вам не сыграют. Я говорю, будем записывать вот этими маленькими кусочками. Когда несколько лет назад в филармонии был вечер музыка мультипликации, и там Сергей Скрипка дирижировал, мы с ним до этого встретились. Я говорю, знаете, когда мы с Мировичем работали, и он сочнёт кусок, он говорит, вам не сыграют. На что мне Сергей говорит, ну да, конечно, вообще-то переходы трудные очень. Я говорю, я тогда сказал Мировичу, мы будем играть отдельные куски. Тарам, тарарам, вот сейчас вы всё это услышите. Понимаете, тарарам, вот тема. Сколько там, секунды, полторы, может. А потом, говорю, я взял это всё и склеил с монтажницей в нужном, расставил в нужных паузах. И всё, и получилось как единый кусок. Ну, правда, Сергей сыграл, конечно, с оркестром уже был вымуштрован. И он, конечно, сыграл всё это в одном, так сказать, едином темпе, и сыграл так, как нужно, и это прозвучало. А потом ещё я вышел на сцену, и со сцены говорю, я говорю, бывает тема, там, две секунды, пролёт летучей мыши. Он говорит, вы можете продерживаться? Я говорю, конечно, могу. Там, тарам, бам! Это было очень смешно. Вот, и вот смотрите сейчас, какой будет темп обратно. Да, вот сейчас смотрите, вот идёт паузная музыка, она уходит постепенно. Давайте. Стоп! Я обратно, ещё дальше. Я просто хочу ещё раз повторить вот этот кусок, когда он бегает вокруг дерева. Вот. Астенство. И дальше переходит на другую тему тумана. Музыка та же, тема другая. Стоп! Стоп! А теперь, значит, вот этот кусочек. Я говорю, Михаил Александрович, этот кусочек, тема, мальчик в соборе, мальчик в церкви. Один. Остался один. Никого нет. Все ушли. Один. Один со свечкой. Вот он сочинил. Чуть обратно можно? Я почему подробно так говорю? Понимаете, ведь я же не могу сказать композитору там музыку. Иногда говоришь, что как о каких-то аналогичных музыкальных рифмах. Но, естественно, ты должен дать абсолютно образное название куска, которое будет сочиняться композиторам. Чуть обратно еще. Спасибо. 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 Причем, обратите внимание, это все так или иначе варьируется тема тумана. Просто она имеет акцентировки. Он делает, композитор делает разные акцентировки, то есть разные темпы ритма придает разным кускам. А музыка все равно, то, что было заложено как конструкция, это все остается здесь. Давайте дальше. И переходит на звук дыхания. Стоп. Значит, отдельно об этом кусочке. Он небольшой кусочек, но обратили внимание, какая там монтажная самотока. Когда уже музыка была написана, и я говорю, например, Саша, слушай, вообще здесь должны быть коротенькие кусочки, там пять кадриков, шесть кадриков. Он говорит, я тебе предлагаю одну конструкцию, которая часто употребляется в кинематографе. Мы можем с тобой снять кадр, два кадра, один кадр, через кадр, повторы. И тем самым у тебя получится монтаж двойной экспозиции. Как будто. Потому что остаточное зрение, оно дает этот эффект двойной экспозиции. И вот здесь как раз вот этот вот кусок, когда он бежит и в ужасе непонятно на него это, 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 это. Вот это как раз сделано из этих микроскопических кадриков. Если вы посмотрите по кадру, то там будет кадр, два кадра. То есть такой монтаж быть не может, это мы сняли просто одним куском, но снимали такими маленькими кадриками, буквально там зная, что там на шестом кадре должен быть ежик, на седьмом кадре улитка, там на восьмом кадре лист падающий и так далее, и так далее. Вот. Но, ведь, понимаете, темп держать нельзя все время. Он должен быть опущен обязательно. Чем он должен быть? Размыться. В данном случае дыханием собаки. То есть нужно смыть все напряжение собачьей мордой, потому что, конечно, собачья морда всегда действует на нас успокоительно и вполне терапевтически. Вот она терапия. Давайте. Еще один момент. Слышали, как здесь, как она девает? Тут я вам скажу, как мы это записывали. Дело в том, что там зевок, я не хотел делать просто такой зевок, такой гидиный зевок, а хотелось сделать, что он начинает на басах, потом выходит наверх, дальше писк почти, а потом плацает зубами. Записывали мы это втроем. Это было очень смешно. У нас был замечательный звукооформитель. Он был вообще актер дивный, но биография не сложилась. Он был актер театра Мерхольда. Ну, как известно, учителя посадили и расстреляли. У него вся жизнь оборвалась. Ему было года 22, наверное, когда он в театре у него играл, потом война. В общем, биографию перевернулась вся к чертовой матери. И последние лет, наверное, 25, он работал у нас на студии Александра Баранова. С ним, конечно, работать было упоительно, потому что, во-первых, он актер. И кроме того, когда ты с ним разговариваешь, и говоришь, Саша, вот здесь нужно звучание, там вот такое, он говорит, о, у меня есть. Я там, как в сказке сказок, я говорю, Саша, нужно звучание ребенок, которому щекочет живу. Ой, я свою внучку записываю, сейчас тебе дам. Все. И вот там, где волчок поет колыбельную, потом он, значит, утыкается носом, и там это слышно. Это вот он свою внучку записывал. И все как-то, всякая лыка в строку. И вот, значит, как сделать, как разложить? Мы разложили это все в партитуру, значит, я там клацаю зубами, Саша делает басовое звучание, Франческа моя делает вот это вот. Причем здесь собака дышит, это тоже Франческа звучала, потому что дышала, потому что она вообще очень блестяще подражает животным, это петухам, курице, там, свинье. У него папа такой же был. Папа был знаменитый физик, но при этом обожал вот всю вот эту игру. И вот, значит, мы стали записывать. И каждый раз, заканчивая все это хохотом, так, дубль первый, дубль второй, дубль третий. Мы не могли избавиться от смеха, потому что, понимаете, ну это как торт морда. И мы, значит, все это, ну-ка, наконец, уже я заорал на всех. И в конце концов мы записали. То есть, понимаете, какая идет партитура сложная? Опять, опять, это музыкально должно быть. А музыка здесь состоит из, казалось бы, натуральных звуков. Но каждый звук должен переходить в следующий, а этот следующий переходит в следующий. То есть, маленькая такая партитура, а всего-то зевок собаки. Понимаете? Тут невольно сейчас вспоминаю, один испанский поэт написал про пещеру, очень хорошо, образно выразился. Зевок разочарованной земли. Но тут тоже своеобразная пещера получается, потому что собака разевает рот, и это нам нужно было, потому что ежик любопытный туда взглянул, а она тут вот клацает зубами перед его мордой и так далее. Так, давайте дальше. Спасибо. Обратите внимание, где стоит этот там звук. Там, где устроен, идет музыкальный звук. Это последний рубеж. Который ежик переходит. Церкatchи. Такое. 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 И вот опять на звук переходит, опять туман, в другой вариации. И опять, это туман, только победительный, та же самая тема. «Спасибо». «Нет», – сказал кто-то. Стоп. Значит, обратите внимание, что вот тема, которая была заложена в самом начале, после увертюры, вот она в той или иной вариации, она все равно, так или иначе, она проходит через весь фильм. Только здесь, когда он на рыбе, тарарам, тарам-пам-пам-пам-пам-пам. То есть уже это идет такой финал, такой торжествующий, что здесь все это заканчивается. А все равно дальше идет «не за что», сказал кто-то. Все равно непонятно, что. Вот это сложение тайны и реальности. Это могу сказать, что здесь какой-то, на самом деле, счастливый случай, потому что вот это, когда изображение ты уводишь в тайну, а потом переводишь в реальность, а потом опять в тайну. Это может быть вообще самое лучшее, что может быть в кино, поскольку кино игровое в особой степени. Оно очень мясистое, чем сегодня пользуется режиссер. Они думают, что это и есть качество кино. Нет. Качество кино все-таки в другом. Качество кино все-таки в чем-то возвышающем. Но и в мультипликации тоже очень легко перейти в мясистость, физиологичность. Я вот как-то, преподавая на курсах, там в Ленинграде тогда было дело, я все время употреблял фразу «физиология кадра», «физиология кадра». И одна студентка мне сказала, я ничего не понимаю, что за физиология кадра. Вдруг однажды она смотрит рекламу Макдональдса, а там бутерброд вот этот, и вот так он раздевается, и такие идут сопли. Она говорит, поняла. Понимаете, потому что да, где нужна эта физиология, она там нужна, и дай бог, но все дело в пропорциях. Потому что дальше, куда мы возвышаемся, все равно нас возвышающий обман этот должен быть, и никуда не деться. Это и есть то самое, что в нас потом закладывает поэзия. Это может быть и проза, проза тоже поэзия, и музыка тоже поэзия. А потом она в нас очухивается вдруг ощущением мира, что мы вдруг видим то, что когда-то увидел поэт. И это, наверное, самое прекрасное, что может быть. Вот. А дальше опять идет пауза. Пауза, которая всего лишь озвучена мотыльками о стекло, паденками. Это тонкий такой вот звук, который потом разрывается. Реплика медвежонка. Обратите внимание. А дальше... Вот, слышите, опять идут распятые туманы. Опять идет тема. Вторым планом. Опять. И дальше она уже взвихряется. Ну вот, собственно говоря, мы доехали до конца. Я невольно употребил глагол, которым Гоголь наградил Собакевич, когда тот сидел у Осетра, помните? И примерно в четверть часа доехал Осетра, как сказал Гоголь. Мне это очень нравится. Мы с вами тоже доехали. Так. Какие вопросы? Да, давайте, дорогие друзья, несколько вопросов. Во-первых, мы должны поблагодарить вас. Я не знаю, столько тонкого, столько таких вещей. Но, казалось бы, мы столько раз смотрели этот фильм. Но невероятно совершенно вот эта гармония музыки, звука, правда? То, что сегодня нам Юрий Борисович рассказал. Есть вопросы, молодежь. Пожалуйста. Юрий Борисович, издательский дом «Нарком», газета «Пока не поздно». Скажите, а вам не кажется, что ваш у ёжика несколько всё-таки изменённое какое-то сознание? У ёжика сознание несколько изменённое. И вот эти вот, да, частые смены настроения и черно-белый фон такой несколько мрачный. Вот о чём это говорит? Это не говорит о моей мрачности. Я человек светлый уверяю, если поговорить с моими друзьями, они скажут, что количество смеха, которое я вырабатываю, им можно электростанции заряжать. Нет, сначала маленький этюд. В прошлом году, ну, приходится продавать книги нам, чтобы зарабатывать деньги на жизнь. Значит, в прошлом году на ВДНХ, ну, вы знаете, есть двое ярмарки, ВДНХ и нон-фикшн. Я и там, и там торгую книгами. Я не считаю это зазорным, это же мой труд. И вот, значит, там сижу я, и вдруг подходит одна женщина, смотрит книжку и говорит, а что за книжка? Я говорю, ну, называется «Ёжик-туманик». А это грустная книжка? Я говорю, я не знаю. Вообще, как к этому относиться? Ну, здесь есть и грустная, есть и счастливая, есть какие-то веселые моменты. она говорит, ну, все-таки это грустная. Я говорю, ну, может быть, более грустная, наверное, грустнее, чем смешная, больше, более грустная, чем смешная. Она говорит, нет, я ее покупать не буду, а то вот мы с сыном читали грустную книжку, мы так плакали. Я говорю, простите, сударыня, но искусство, оно для того и существует, чтобы человек не разучился и плакать, и смеяться, и грустить, и переживать, и входить в трагедию, и выходить из нее. Тогда вы по-другому будете относиться к жизни. Поэтому я могу вам точно так же ответить. Это все из того же разряда. Если кому-то кажется, что детей надо оградить, что надо их в сливочном масле, чтобы они вообще никогда не мерзли у них руки, ноги, не дай бог, они вдруг заболеют там и все прочее. А молоток нельзя им давать, палец отшибут, а девочкам нельзя давать иголку, а вдруг уколется. А тут невольно вспоминаешь, братьев Гримм, сказку «Умная Эльза», когда она спускается, помните, да? Так и так далее, и так далее. Мы ограждаем себя от жизни, как бы мы себя не ограждали, она нам трахнет так и сверху, и снизу, и с боков, и нам нет бока так, что мы будем удивляться, а почему это на нас, а почему не на соседа? Никто не огражден. И поэтому, как мне кажется, искусство, оно должно постепенно давать детям осознание, что он живет в мире. Другое дело, что нельзя детям давать то, чего они не переживут, иначе у них начнется психическое слое. Вот это очень важный момент, что нельзя их нагружать прежде знаниями, которые они не смогут пережить. А, к сожалению, сегодня их пытаются нагрузить заранее, дать им... Я только удивляюсь, почему им критику чистого разума в три года не читают Канта, пора бы уже, чтобы уж такие умные дети, чтобы... Поэтому мне представляется, что все-таки дети должны развиваться во всей полноте, они должны мерзнуть, они должны уметь руками что-то делать, они должны помочь, они должны брать веник, промести пол, они должны что-то сделать. И самое главное, потом сделать для того, чтобы потом и у них проявилось чувство гордости, что они сделали это. Я должен сказать, что у меня вот... У меня у Борьки, у моего шестера. И вот мне нравится то, что у них в доме звучит и музыка, и стук молотка, и наковальни, и кузни, и стук футбольного мяча, и хоккейная шайба. Все это должно быть вместе, абсолютно гармонично проистекать. А дальше же кто из них какую дорогу выберет. Юрий Борисович, я преподаватель музыкального училища при консерватории. И прежде всего я хочу вас поблагодарить за интереснейший рассказ, который мне был как музыканту профессиональному и интересен, наверное, втройне, в четверне. А вопрос у меня, как преподавателя, такой. Какие шедевры, мультипликации, значимые произведения вы могли бы рекомендовать как обязательные к просмотру подрастающим поколениям, юношам, девушкам? Ну вот я, поскольку у нас сегодня был разговор, касался частично музыки, изображения, то я бы сразу вам назвал два имени, итальянские. Это значит Джулио Джанини, запишите, Джулио Джанини и Эммануэль Лузатти. Эти два человека, я с ними был очень хорошо знаком. Эти два человека абсолютно гениальны по своему восторгу, абсолютные дети. Ну, дети хотя бы потому, что мне Джулио рассказал, как они с Эммануэлем пришли к мастерской и вдруг выяснилось, что они дверь заклопнули, а ключ не пришли. Но у них всегда на этот случай было окошко открыто. Знали они только, они двое об этом. И один другому встал на плечи, оба высокие были, встал на плечи. Эммануэль встал на плечи Джулио, залез через это окно в форточку, туда. А дальше, слушайте, вот что такое мультипликатор. Он взял ключ и вылез опять через форточку, открыл дверь и они вошли вместе. Понимаете? Он знал, что он этим порадует Джулио. Вот это вот дурость такая. Значит, их фильмы, они делали фильмы музыкальные, то есть в том смысле, что они брали классику, у них есть фильм «Волшебная флейта». Но помимо этого, они делали «Поросини», у них есть «Сорока-воровка». Абсолютно гениальное произведение, 10 минут они сделают. По цвету это такое волшебство, это такой восторг и такой праздник. Вот я вам первое, что я рекомендую, это вот их фильмы, поскольку вы связаны с музыкой, вы поймете, какие шедевры они сделали. Это, конечно, хитрука фильма. Я считаю, что его, ну, у него вообще все, понимаете? История одного преступления, он как начал и так шел, шел, шел и до конца шел. И это история одного преступления, которое, кстати говоря, очень хорошо, опять же, в этом контрапункте звукозрительном очень хорошо сделано. Ну, а дальше у него «Топтышка», «Каникулы Бонифация», история «Человек в рамке», совсем по-другому сделан, совсем в другом контрапункте. Фильм, 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 который знают все по мелодии. Фильм, 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 да, все, конечно, знают. Так что вот это Назаров, который ни в одном фильме, кроме первого, не брал музыку. Но между тем его фильмы, пластическая музыка. Жил-был пес, фильм, все знают. Я ему, когда он сделал фильм, я сказал, Эдик, это народный фильм. Потом «Путешествие муравья». Там музыка, это его музыка речи. Он это сделал, не подражая. Это абсолютная такая вот, знаете, морфология для режиссера, понимать, что такое речевая музыка. Ну, я тут мог бы сказать и о фильме, допустим, канадского режиссера Каролайн Лив, фильм «Улица». Это все давно сделаны фильмы, еще в 78-79 году. Фредерик Бак, совершенно наш просто учитель всех, и все мы его любили, обожали, его уже нет, а мы его все равно продолжаем, естественно, любить, потому что это человек, который... Он сделал фильм «Человек, который посадил дерево», но перед этим он сам был тем человеком, который весь холм засадил деревьями. И когда он умирал, это был целый лес. Я даже написал в некрологии о нем, что лес ему посылал свой прощальный шорох своими ветвями. Вот такой был человек, такое изумительное творение. Ну, на самом деле, для показа, для разговора с детьми и со взрослыми, даже вот того списка, что я вам сказал, уже достаточно. Спасибо. Друзья, Юрий Борисович, во-первых, хотел сказать вам спасибо за вашу лекцию, очень интересно, безусловно. Вопрос у меня такой. В 80-е годы в Соединенных Штатах вышел фильм «Кто подставил кролика Роджера», и там было соединение мультипликации и обычного кино. У меня к вам вопрос. Во-первых, как вы к этому относитесь? Во-вторых, не было ли у вас никогда желания сделать что-то подобное, с этим мультипликацией и вот с обычным фильмом? Спасибо. Нет, у меня-то нет такого желания, потому что я не рассматриваю качество кинематографов в различных там жанровых или видовых соединениях. От этого не зависит качество кино. Уверяю вас, можно фильм сделать на простых черточках, и если это находится в соединении гармоническом, когда драматургия, звук, темпы рит находятся в едином целом, это будет производить сильное впечатление. Но в свое время этот фильм произвел, конечно, колоссальное впечатление, потому что само соединение было необычным. Так что здесь, но такие вещи проходят. Понимаете, когда на компьютере стали делать вот это, вот это, вот это, я говорю, ребята, наиграются, уйдут. И поверь верно, Спилберг с Лукасом опять возвратились с трюковым съемком не на компьютере, а с живыми, с этими мастерами, которые умеют делать трюковые съемки, которые вживую это все производят. Вы понимаете? Казалось бы, даже не актер, а иногда ведь актер делает. Например, кто-то из французов сейчас, господи боже мой, знаменитый француз, который делает только трюки сам, он никому не позволяет делать. Господи боже мой. Я сейчас вспомню. Я говорю, что я когда волнуюсь, у меня начинает память отлетать. То есть актеры сами часто делают трюки. Но, смотрите, поскольку зритель знает, что это сделано на компьютере, он этому не верит и остается абсолютно равнодушным. Потому что там нет драйва, там нет риска. А нет риска сразу становится неинтересно. Поэтому компьютер, как он пришел, так уйдет. Останется от компьютера подлинное творчество. Вот когда засядет за компьютер творец, уберет все лишнее, не будет ловиться на все эти возможности технические, вот тогда компьютер будет по-настоящему творить. Добрый вечер. Торжественная благодарность вам. Вот, как правильно коллега сказал, очень много тонких вещей. Благодарим вас. У меня вот такой вопрос. А когда вы делали этот мультфильм, фильм, что вы хотели передать им? То есть у вас была ли какая-то идея, или она родилась в процессе? Это первое. Как бы вопрос. Второй вопрос. Поняли ли вы, что вы делаете шедевр, и как вы это поняли, если поняли, или вы поняли это уже потом, когда сделали? И вот, ну, фактически, наверное, у меня такой вопрос. Если вы сказали про хайку, да, по-моему, по японски, то на какой театральный жанр может быть похож ваше кино? На кабуко, может быть, тогда? Кстати говоря, видите, вы оказались недалеко от истины. Когда я увидел театр кабуко, увидел уже потом, я понял, вот тот театр, который мне был. Абсолютно идеален в смысле пластики, в смысле темпа ритма. Я когда увидел, как актер, а в театре кабуко, вы знаете, там и женские роли исполняют, как в шекспирском театре там исполняют мужчины. И когда я увидел, как актер, а он изображал японку, как он шел по мосту, шел, 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 и вдруг обернулся, и меня как электричеством пронзило. Я понял, вот это то, что я бы хотел бы видеть. Хотя я увидел уже это, после того, как был сделан фильм. Но это же относится не только к кабуко, это относится вообще к театру пантомимы, потому что пантомима тоже на этом темпе ритма. существует клоунада. Клоунада, вспомните клоунады Славы Полунина. Он может сохранять паузу, и вдруг падает там где-то. Помните, да, когда он сидит? Казалось бы, ну ничего. А это производит колоссальное впечатление. Теперь, что касается идей. Это все отдельный вопрос, потому что есть идея, есть идеология. Понимаете? Идея коммунизма хороша. Идеология уничтожила все прекрасное, что может быть. Потому что в идеологию включается целый ряд людей, сидящих друг на друге, которые оглядываются, а что скажет старший, до самого старшего. Вот это становится идеологией. То есть идея теряет состояние свободы. Поэтому, когда делаешь ли ты кино или еще что-то другое, чем ты занимаешься, но в частности кино, ты закладываешь идею. Это все очень хорошо. И ты должен в этот момент, как только она проявилась, должен вообще освободиться от нее и даже о ней не помнить. Потому что, если твое существо заполнено этим состоянием, то тебе дальше не надо все время обращаться, а какая идея, какая идея, какая идея. И чем меньше ты будешь обращаться, тем лучше для художественного произведения. Как говорил Энгельс, которого сегодня, по-моему, я если цитирую, то я буду, наверное, второй человек в этом году, потому что я уже его цитировал. Поэтому я и говорю, что второй. Чем глубже скрыты взгляды автора, тем лучше для художественного произведения. Так говорил классик марксизм. И вот здесь, в этом смысле, это имеет отношение ко всему, чем мы занимаемся. И если вы будете смотреть, допустим, живопись «Возвращение блудного сына», если вы будете стоять перед ней и говорить, какую идею заложил автор, для вас художественное произведение в этот момент закончится. Как у Горького, это, по-моему, в «Климесом гене», что я не помню, что за герой, стоял и смотрел и прочитывал живопись. И чем больше она ее прочитывала, тем дальше она уходила от него. Это очень опасный момент. Это вроде как кажется, сейчас мы подошли, сейчас мы это все изучим, передадим другому. Ничего подобного. Дорогие друзья, поскольку у нас еще очень много желающих подписать, поэтому мы сейчас последний вопрос зададим. Юрий Борисович, я, Ваша поклонница, пришла сюда со всей своей семьей. Спасибо огромное. Краткий вопрос на будущее. Как Вы считаете, у нашего союзмультфильма есть будущее? К сожалению, союзмультфильма не везет. Ему нужно, чтобы повезло прежде всего с порядочными людьми. А это сегодня продукт редкий. Можно сказать, даже отсутствующий. Вот пока не придет на студию порядочный человек, до тех пор рассчитывать на то, что появится киностудия СССР мультфильм, она, естественно, в новом виде должна появиться, но пусть в новом виде, но до тех пор могу совершенно твердо сказать, киностудии не будет. Студия должна состоять из порядочных людей. И люди это должны видеть друг друга. Вот сегодня все, понимаете, одурены. Значит, сегодня такой клич. Вроде как в гражданской войне, знаете, пролетарии на коня. Сегодня клич. Акционирование. Ну, простите, вы что акционировать будете? Туда придет банда преступников, которые хорошо наденут свой блейзер, галстук, вычистят ботинки. Внешне вроде все хорошо. А где то самое человеческое? А его не будет. Потому что они знают, куда они приходят. Они уже из этой студии сделают, что надо. Это может быть спокойно. И меньше всего их будет беспокоить о какого качества фильмы и будут ли вообще они выпускаться. Потому что там ежегодно при самом плохом раскладе та самая мультипликация, частью которой являюсь я, она приносит 100 миллионов рублей в год. Что такое 100 миллионов? По нынешним ценам это, думаю, что 15 фильмов в 10 минутах. Это точно. И когда-то студия СССР выпускала 40 частей в 10 минутах. 8 часов мультипликации она выпускала. И вот, значит, даже эти 100 миллионов можно использовать на дело. Но они не используются. Они идут на прокорм какой-то непонятной администрации в Шивы. Какие-то совершенно непонятные откуда взявшиеся люди. У них зарплата в 4 раза больше, чем у меня. Но я-то правда сам себе зарабатываю зарплату. Но действительно они у них непомерные. Они ничего не делают. Они ничего не произвели. Понимаете, государство богатеет, когда простой продукт имеет. И ничего мне другого ни Путин, ни Медведев не докажет. Александр Сергеевич вместе с Адамом Смитом все сказал. Вот и все. Спасибо большое. Дорогие друзья, давайте еще раз поблагодарим. Юрий Борисович, вы садитесь. Спасибо.